всем привет сегодняшнем видео хотела бы порисовать вместе с вами йеннифер персонажа из истории про ведьмака если вдруг вы не смотрели сериал обязательно посмотрите или если вы не играли в общем поехали для начала я ознакомилась с описанием естественно мне интересовало больше книжное описание и если мы внимательно прочитаем книжное описание то мы поймем что йеннифер была белокожей это белокожесть была аристократичной то есть имеем ввиду какую-то красивую белесость кожи благородную она была довольно худенькая астролицая астроносая с очень точеными ноздрями довольно такими злыми не самые пухлые губы очень выразительные черные брови самое главное невероятно красивые фиалковые миндалевидные глаза эльфийской формы и локоны тугие черного цвета губы йеннифер описываются как алые и влажные я естественно решила отталкиваться от каких-то своих впечатлений не могу отделаться от этого образа поэтому вы конечно можете быть со мной не согласны у вас может быть свое видение это совершенно нормально и для начала я занялась наброском вы видите что я постоянно что-то исправляю до тех пор пока это не начнет походить на то какой образ в моей голове я решила не делать сильно узкие губы я сделала узкой только верхнюю губу и нижнюю чуть-чуть попухлее кончик носа я специально опустила немного вниз для того чтобы показать вот эту нервность носа которая описывается в книге также я не стала сильно вздирать брови но при этом они все равно довольно злые немножко хмурые и с учетом той истории которая лежит в основе этого персонажа мне захотелось оставить ее взгляд при всем ее силе характера да и дерзкости какой-то оставить грустным ну наверное потому что все таки в детстве она была гадким утенком и терпела кучу различных унижений поэтому я решила что показать это во взгляде будет тоже уместным не знаю насколько у меня это получилось в общем посмотрим в финале далее так как у нас кожа описывается как белая до аристократично белая то для таких типов кожи я предпочитаю использовать холодные оттенки и поэтому я решила создать освещение справа налево точнее слева направо извиняюсь получается что левая сторона у нас подсвеченная поэтому я ее практически не буду трогать по тону и не буду сильно заполнять цветом и правая сторона у нас получается в тени поэтому тонально она будет конечно глубже в основе у меня лежит розовый хинокридон это такой холодный розовый он меня просто прозрачно нанесен везде далее на той теневой стороне которая у нас соответственно слева я использую еще и фиолетовые оттенки у меня это ультрамарин фиолетовый плюс диоксазин фиолетовый где-то где мне нужно по насыщенней и это ультрамарин фиолетовый смешанный с серым данном случае серы это спину грей от rembrandt это практически черный если честно можете заменить любым черным если вдруг будете рисовать что-то похоже но при том что у меня идут фиолетовые розовые естественно мне не хочется чтобы это смотрелось плоско поэтому я ввожу дополнительные оттенки с фиолетовыми очень красиво в качестве полутеней выступают зеленые особенно глухие зеленые такие как каскад green от дэнил смит который в данном случае я и использую также в колористике есть такое правило вы все наверняка его слышали да когда у нас идет теплый свет то мы изображаем холодную тень и наоборот но когда у нас идет холодный свет и холодная тень как-то умалчивается что делать на самом деле есть также правило которое подразумевает что если свет холодный тень холодной или наоборот теплый то переходный цвет должен быть соответственно либо теплым либо холодным моем случае холодный свет холодной тень переход я делаю теплым переход у меня является сломом формы соответственно этот тем самым местом которое обозначает переход света к тени получается слом формы у нас идет по центру лица примерно по правой половине носа по крылу носа соответственно по спинке носа через губы через центр губ и через центр подбородка также в складках бровей да в нахмуренности вот в этой я тоже располагаю теплые оттенки как раз таки для того чтобы гармонично выстроить переход от холодного света к холодной тени чтобы работа не выглядела плоской далее я параллельно заполняю поверхность волос одним сплошным полупрозрачным цветом у меня это тот же спину грей с различными фиолетовыми которые я уже выше перечислила вы можете использовать любые фиолетовые свои палитры и просто смешать их с черным допустим выйдет примерно то же самое я заполняю это полупрозрачность расчетом на то что в дальнейшем самые густые самые плотные участки волос у меня будут максимально темными я заполняю темным цветом только те части локонов которые у нас идут вогнутыми выпуклые части локонов я оставляю светлыми за счет этого создается иллюзия объемных волос это работает не только для волнистых волос но и для прямых в том числе кстати но далее я начинаю более детально прорабатывать лицо в данном случае где-то усиливаю какие-то оттенки то бишь наношу их повторно либо дополняю какими-то и новыми оттенками в случае с губами я также подключаю краплак фиолетовый это мой любимый бордовый цвет он очень хорошо ложится именно в складку губ и также он у меня частично проскакивает по слизистый для того чтобы взгляд сделать чуть более контрастным далее я стараюсь более детально прорабатывают складки и заполняют цветом фиолетовый диоксозин глаза как видите я специально сделала микроскопический маленький зрачок и практически не трогаю контур радужки заполняю прозрачная заливка одним сплошным цветом и радужку глаза и глазное яблоко таким образом у меня получается максимально прозрачный взгляд контур радужки я не могу оставить серым потому что там у меня карандаш и я его просто прозрачным фиолетовым обвожу также точно расставляю удары ультрамарином фиолетом для того чтобы глаза были чуть более динамичными и у меня было много вариаций я думала может сделать их более контрастным более темно фиолетовыми но почему-то мне нравится эффект у таких прозрачных глаз все таки здесь идет речь про что-то более иллюстративное сказочное да не реалистичный портрет поэтому я решила что это в данном случае будет смотреться уместно также я усиливаю какие-то тени и прорабатываю нашу подвеску на бархатке это звезда из обсидиана на самом деле вы можете найти в интернете картинку как именно она выглядит но мы знаем что в разных вариациях интерпретациях этого персонажа разное по-разному выглядит соответственно этот кулон но я решила оставить такую классическую форму мне кажется всем нам вам уже давно известно не очень сильно заморачиваюсь над проработкой детали в данном случае именно этого кулона ну что у нас в нижней части страницы к нему и внимание особо не привлекает и далее начинаю более детально прорабатывать волосы плотные участки волос я прорабатываю кистью леонард у меня это кисть на французском креплении синтетическая номер 4 и более мелкие детали волос соответственно какие-то отдельно выбившиеся волоски и текстуру я прорабатываю полусухой кистью даггером от же сабля даггер у меня от пенакс это посидон линейка вы можете найти кисти даггер вообще во многих марках это такая скошенная кисть по типу сабли если работать боковой поверхностью она создает фактуру волос если работать именно срезом то она создает иллюзию отдельно выбившийся волосков и прорабатывать их максимально тонко в общем рекомендую она очень сильно облегчает жизнь когда вы рисуете волосы вообще любые поэтому приобретите если у вас и более детально прорабатываю по всему пространству волос и возвращаюсь к моему украшению также немножечко дорабатываю чтобы все-таки это было что-то более объемно не такое плоское и прорабатывать теми же цветами которые я использовала в волосах соответственно далее фон я решила сделать максимально абстрактным и обобщен поэтому сирень я рисую по мокрому кстати сирене крыжовник это аромат енифир поэтому я естественно решила писать это в фон чтобы как-то читался мой персонаж и здесь у меня различные красивые оттенки фиолетового и розового вы можете использовать любые какие у вас есть суть в том что я просто расставляю рандомно пятна нужных цветов и сверху прохожусь поливеризатором они расплываются создают интересную красивую фактуру имитирующую сирень также я решила добавить кое-где синие перья потому что где-то в описаниях у нас проскакивают как раз таки одежда енифер с перевой какой-то обработкой ну не то не принципиально можно и без них крыжовник конечно бывает разным да ну я решила что это будет терпкий вариант крыжовника сладкий соответственно это будет красный крыжовник в оттенках тоже самое все что я использовала на лице кстати переходный теплый у меня в лице был пироль оранжевый от рембрандта также я использую здесь зеленоватые оттенки у меня это зелено-желтый от рембрандт и в тала грин самые два популярных зеленых цвета кое-где подмешивание фиолетовый где-то розовый где-то красный они друг друга перетекают создают дополнительные какие-то более рыжие коричневые оттенки в общем по сути дела все те же самые цвета просто немножко в другом интенсиве ну и конечно на брызг мне кажется в данном формате статичный такой скетч он как будто бы просит какой-то динамики поэтому я решила что на брызг вполне впишется и финально прорабатываю отдельно выбившиеся волоски темным цветом и дальше прорабатываю их еще и дополнительно белилами белила у меня это титановые белила гуашь у меня это санет самое обычное вы можете использовать любые другие титановые белила прорабатываю кое-где волоски не сильно много для того чтобы не перебарщивать количеством белил у меня небольшой свет в кадре прошу прощения за это и я все-таки не смогла устоять и решил добавить блестяшек у меня это от rembrandt два доска один розовый другой голубой и интерферентный фиолетовый для начала я беру интерферент фиолетовый набираю его на даггер тот же самый и детально кое-где прорабатываю отдельно выбившиеся волоски вы видите как они подсвечиваются не знаю насколько это хорошо видно на видео но вживую это очень красиво переливается я подумала что добавить такое мистики и волшебства не помешает все-таки где использовать эти краски если не декорирование работ и также такими точками светяшками как хотите называйте с парком синим я расставляю акценты особенно красиво они выглядят на темных участках работы они сразу подсвечиваются это даже видно на камере иногда и беру фиолетовый парк и также точно кое-где расставляю вот такая картинка у меня получилось надеюсь это видео было для вас интересным и полезным если вам понравилась моя версия персонажа обязательно дайте мне знать повторюсь если нет вы имеете полное право быть ему не согласными но я не могу выбить этот образ из головы я вижу примерно такой может быть чуть старше поэтому надеюсь что никто из вас сильно не огорчен этим фактом всем большое спасибо за просмотр буду признательна за любую вашу поддержку как всегда подписку пальцы вверх вы все это знаете прекрасно ну и пока господин Продолжение следует...